Метаморфозы рынка недвижимости. Нас всех интересует, какая цена будет на недвижимость в конце года, какие будут ипотечные ставки, что лучше, снимать или арендовать недвижимость. И сегодня я вам расскажу несколько интересных историй, а также покажу несколько интересных графиков. Начать хочу с истории, которая приключилась со мной впервые за 30-летнюю мою риелторскую практику. История следующего характера. У меня есть знакомый, который проживает в квартире, в двухкомнатной квартире, в старом фонде Санкт-Петербурга. Дом постройки 1901 года. То есть дома уже больше 100 лет. У квартиры есть особенность. Вход в квартиру через кухню. То есть вы открываете дверь в квартиру и сразу попадаете в кухню. Кухня находится в коридоре, квартира является двухкомнатной. Еще в квартире есть туалет и ванна отдельная, в отдельной комнате. И вот моему соседу звонок в дверь, приходит газовщик, как обычно проверить газовое оборудование. Заходит в квартиру и говорит, опа, а у вас газовое оборудование, то есть газовая плита, установлена не по проекту. Как не по проекту, говорит мой товарищ, я всю жизнь живу в этой квартире. Мои родители в начале 80-х годов получали ее от государства вот в таком виде, как вы ее видите. То есть кухня была всегда в коридоре. Она у нас даже приватизирована таким образом, что она в коридоре и в техническом паспорте указано, что кухня и газовая плита находятся в коридоре. Ничего не знаю, говорит газовщик и отключает газовое оборудование. Мой товарищ обращается ко мне с вопросом, Дмитрий, чего делать? Я говорю, ну что делать? Я уже сталкивался с такой историей, что у газовщиков там какой-то бардак в своих архивах и бывает такое, что у них квартира в старом фонде, в котором установлено газовое оборудование, вообще числится не газифицированной. Ну говорю, пойдем разберемся. И вот приходим мы с ним в центральную газовую службу Петербурга, приносим технический паспорт, документы на право собственности. В техническом паспорте указано, что по состоянию на середину 1980-х годов квартира выглядит вот так, как она выглядит, ну то есть с кухней в прихожей. Газовщики чаще трепут, там инженер уходит куда-то, через пять минут приходит со своим миллиметровкой. Знаете, это как игра в карты. Мы им такие, оба-на, король, а они нам раз, туз, они нам достают свои миллиметровки, в которых указано, что по их данным на 1980 год кухня в этой квартире должна быть в одной из комнат, а не в прихожей. Поэтому, соответственно, они предлагают моему товарищу вернуть газовое оборудование в одну из комнат. То есть он жил всю жизнь в двухкомнатной квартире, в которой кухня была в прихожей, а оказывается, по данным газовой службы, одна из комнат является кухней. Как так произошло? Почему сейчас судить очень сложно, но действительно его родители получали квартиру не как однокомнатную, где есть кухня и комната, а как двухкомнатную, где кухня есть в прихожей. Вот такая вот интересная история. Пишите в комментариях, с чем интересным сталкивались вы в своей практике или в своей жизни относительно вот таких вот метаморфоз по планам, планировкам, установке газового оборудования в вашей квартире или в квартирах, может быть, ваших друзей. Теперь об ипотеке. Нам постоянно из телевизора и из других средств массовой информации говорят «Ура! Очередной рекорд! Количество сделок с использованием ипотеки увеличивается, и в этот раз их стало еще больше, чем в прошлый раз». А чему, собственно говоря, радоваться-то? Люди ведь берут ипотеку не потому, что она такая доступная и дешевая. Ведь на вторичном рынке, к примеру, на сегодняшний день средняя ипотечная ставка доходит уже до 12% годовых. Люди берут ипотеку, потому что не могут позволить себе купить квартиру, знаете, просто за наличные. То есть, другими словами, рост сделок с недвижимостью, с использованием ипотеки является прямым доказательством того, что стоимость на недвижимость на сегодняшний день неоправданно высока, и людям для того, чтобы купить квартиру, приходится залезать в долги. Если вы со мной не согласны, пишите в комментариях, ну, соответственно, мы с вами поспорим. Также хочу отметить, что спрос действительно постепенно перетекает с первичного рынка на вторичный. Из опубликованных Росреестром данных четко видно, как количество сделок с ипотекой изменилось. То есть, если еще год назад у нас соотношение ипотеки, выданной на первичку и на вторичку, было 2 к 1, то сегодня обратный процесс 1 к 2. То есть, количество сделок, совершаемых с ипотекой на вторичке увеличилось, а на первичке снизилось. Это говорит о том, что те ипотечные ставки, которые есть на сегодняшний день на первичном рынке, плюс цены, которые есть на первичном рынке, уже не удовлетворяют покупателя, и многие покупатели, включив голову, переходят на вторичный рынок. Теперь о цене квадратного метра. Очень много мне пишут в комментариях о том, что вы не смотрите на цену в рублях, надо смотреть на цену в валюте, там типа в долларах и евро. Вот, пожалуйста, составил таблицу. Посмотрите. Согласно этой таблице с апреля 2022 года мы можем увидеть изменение цен по апрель 2023 года. На графике четко видно, здесь у меня представлены синие столбцы, это цены в рублях, зеленые цены в долларах США и оранжевые в евро. И здесь четко видно, как изменяется цена квадратного метра за этот последний год. Да, вначале был рост цен в валюте, а потом пошло постепенное снижение. И мы видим, что цены снижаются на недвижимость в Петербурге не только в рублях, но и в долларах, но и незначительно в евро. Вот такая вот ситуация с ценами как в рублях, в долларах и евро. Теперь хочу представить вам еще одну интересную статистику. Сравниваем апрель 2022 года и апрель 2023 года по количеству квартир и комнатности этих квартир, выставленных на продажу. И вот на этом графике мы прекрасно видим структуру предложения. Здесь видно, что количество студий и количество однокомнатных квартир превалирует над всеми остальными. То есть в среднем на сегодняшний день количество продаваемых квартир, однушек и студий 43% от общего количества остальных квартир. И мы видим, что количество продаваемых студий и однокомнатных квартир за год увеличилось. Если в апреле прошлого года от общего количества квартир, студий было 11%, то в апреле 23-го их уже было 13%, однушек было 25%, а стало 30%. Это говорит о том, что, во-первых, увеличивается количество объектов, которые сданы, ну так-то называемых инвестиционных, и люди решили наконец-то зафиксировать свою прибыль. Ну и также все мы прекрасно знаем, что сегодняшнее новое строительство в основном состоит из студий и однокомнатных квартир, которые в некоторых домах достигают 80% от общего количества квартирографии. Также мы видим, что незначительно увеличилось количество двушек на 1%, а вот количество трешек изменилось за год, оно упало аж на целых 6%. То есть количество людей, которые покупают трешки, оно увеличилось, и это, кстати, совпадает с моими наблюдениями и наблюдениями других специалистов. И я уже говорил неоднократно о том, что цена квадратного метра в трешке иногда бывает даже ниже, естественно, чем в однушке и в студии. И в Петербурге на сегодняшний день в среднем получается так, что за 7-9 миллионов рублей можно купить однушку, можно купить среднюю двушку, либо там будем говорить удовлетворительную трешку. И, на мой взгляд, вот этот график отлично показывает, во что сейчас лучше инвестировать. Вот мое мнение получается так, что если уж вам хочется инвестировать в какой-то объект недвижимости, покупайте трешки, потому что людям надоело жить в студиях и однокомнатных квартирах. Может быть, я не прав? Пишите, конечно, в комментариях, мы обязательно с вами поспорим. Предлагаю всем подписываться на мой телеграм-канал «Щегельский о недвижимости без сиропа», ссылка на который расположена под данным видео. Ну и пишите свои комментарии, как вам сегодняшний мой материал, понравился, не понравился. Ну и пока, всем пока! Без сиропа!